Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от японской компании Skagit Designs, модель Bottom Trank. Приманка относится к классу Crank, имеет длину 36 мм, вес у ней 4,5 грамма, и это тот случай, когда производитель очень точно указывает вес. К примеру, весы у меня показали 4,54 грамма. Приманка имеет отрицательную плавучесть и достаточно быстро тонет. Как можно видеть, воблер имеет достаточно компактное, но объемное тело. Сейчас я покажу эту приманку с разных ракурсов. Воблер оснащен достаточно такой вот объемной лопаткой. Она короткая, длина этой лопатки всего лишь 9 мм, но широкая. Ну и как можно видеть, на лопатке имеется небольшое такое углубление. Располагается лопатка под углом примерно около 60 градусов. Ну и воблер способен заглубляться где-то около до 1 метра. Приманка абсолютно тихая, на проводке, как можно слышать, не издает никакого звука. В передней петле воблера установлено качественное заводное кольцо диаметром 4,5 мм. В других петлях также установлены аналогичные по размеру заводные кольца. Обратите внимание, что они имеют такой вот серебристый цвет. Приманка оснащена двумя некрупными тройниками от фирмы Овнер. Соответствующая наклейка, указывающая о том, что тройники Овнеровские имеются на упаковке, в которой поставляется приманка. Раньше, кстати говоря, ботом тренки поставлялись с тройниками желтого цвета. Но они были достаточно не очень острые. Ну и теперь компания Sagit Designs оснащает приманку качественными, очень острыми Овнеровскими тройниками. Тройники имеют темное покрытие. Приманка отлично работает на течении, причем даже на очень быстром течении. Производилась она в первую очередь, конечно же, для ловли разнообразной лососевой рыбы. Но также может быть использована при ловле окуня, белого хищника, ну и другой рыбы. Приманка выпускается где-то около 10 расцветках. Цвета в основном натуральные. Производится в Японии. Качество изготовления на самом высоком уровне. Приманку можно проводить не только равномерной проводкой, но и проводкой Stop&Go. Ну и также не чужд для данного воблера твичинг. То есть приманка достаточно разносторонняя. Воблер интересный, достаточно универсальный. Советую обратить на него внимание. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!